Итак, дорогие друзья, сейчас мы будем говорить о следующем курсе. Это курс 5, как мы видим, школа Джанго, но проходим мы намного шире все, чем рамки. И сегодня курс посвящен виду отношений, абстракции, ассоциации, агрегации, композиции. Что такое абстракция, мы уже изучали. Итак, ребят, как вы видите, что появилось на сайте. Такой раздел Python переосмысление. И действительно, и вполне объяснимо, с моей стороны, наверное, вы сейчас поймете. Когда я давал начальные уроки, которые в принципе достаточно к Джанго. То есть создание классов, закрытие, атрибуты, управление доступом. Это начало. И в принципе так построен учебник Лутца. И человек, как происходит. То есть, когда доходит человек или читающий до классов, до объектно-ориентированного программирования в Python, то человек вроде понимает. Да, ну вот класс. Когда касается создать некий продукт, все поплыло. То есть, я не могу обсуждать Лутца, потому что, наверное, он выбрал правильный путь познакомить вообще с классами. Наверное, это правильно. И эту тактику, скорее всего, избрал я. То есть, я тоже познакомил человека с классами. Но, когда человек встречается уже в программировании, и еще более того, пытается создать свой некий продукт, он понимает, что он не умеет мыслить. Он не понимает. То есть, что класс надо создавать, понятно. Но как мыслить? Как создавать этот класс? Ведь ничего нет проще взять код и написать. Ничего нет проще, когда мы отвечаем на вопрос, а зачем нам этот код? А зачем нам именно этот код в данной ситуации? Пока программирование идет на Django, там, в принципе, нет проблем. Почему? Там в Django все расписано. Вот это делает это, вот это делает это. Мы, не задумываясь, просто подставляем классы Django, и уже происходят очевидные вещи. Но мечта каждого программиста разбираться больше, чем Django. Все-таки, если мы хотим взяться за программирование чего-либо более серьезного, например, производственный процесс, или создать простую игру, где даже взять простую стрелялку. Ну вот, бежал-бежал стреляющий, убили его, и что дальше? Как писать код? Вот тут мы видим пробел. Когда Лутс писал учебник, он, наверное, сделал правильно, чтобы познакомить. Но если присмотреться, можно познакомиться, вот, допустим, по книгам Лутса, но нельзя научиться. Почему? Потому что я вот перечислял в курсах основополагающим вещам, от которых зависит мышление, уделены абзацы. Правильно, конечно, я понимаю, где-то Лутса, Лутс ставил своей целью показать код, а не научить программировать. Иначе бы это был многотомник. И, наверное, пришло время, и я решил восполнить этот пробел. Поставить сначала лошадь, потом телегу. То есть нам, чтобы написать какой-то более-менее серьезный код, надо научиться сначала размышлять категориями объектно-ориентированного программирования. Как я говорил, когда речь идет о простых вещах, допустим, даже мы хотим отписать тот же зоопарк, мы пишем класс зоопарк, в этом классе есть там вольеры, в этом классе есть администрация, в этом классе есть, значит, животные, которые населяют эти вольеры. Все просто. Но, когда речь доходит о более сложных вещах, вот, например, закрыли вольер, закрыли вольер, что происходит с животным? Ну, по жизни можно сказать, да, там, переселили в другой зоопарк, или, может, животное умерло, ну, всякое может быть, да? Но вопрос в том, по жизни, да, можно сказать, размышлять, а как это выразить в коде? А как надо этим размышлять? И вот тут мы понимаем, что мы имеем вроде бы код, но думать категориями ООП мы не умеем. Так вот, давайте этому научимся. Я начал курс ООП, углубленный с самых азов. При этом, вы знаете, из чего я исходил? Я исходил из того, что человек уже начальный уровень Python прошел. То есть, он четко понимает типа объектов, может спокойно уже написать кортеж, список, строку, проходит уроки поджанга. То есть, написал уже не одну строчку кода. Но, как часто я вижу в интернет, пишут, ведь ООП это же целый мирища. и если все это знать, то можно взяться абсолютно за любой, за любой сложный, за любую сложность написания кода. Так вот, мы пошли с того, что начали настраивать наше мышление. Ведь, смотрите, если взять код, как делает большинство программистов, которые, ну, либо не знают, либо не хотят учиться думать, у них есть определенная ситуация, они ищут под это кусок кода. При этом, не особо чисто понимая, что там будет происходить. Я считаю, что этот подход не подходит, он может подходит для новичка, но не подходит для человека, который хочет создать какой-то действительно уникальный продукт. вот тут приходит на помощь сначала изучение принципов ООП и умение мыслить этими принципами. Поэтому мы начинаем просто уже переосмысливать наследование, да, оказывается, наследование приходит к абстракции, а я как заметил, что, допустим, программисты со стажем, для них абстракция это примерно как посмотреть на звезды, они вроде есть, но далеко потрогать нельзя. А в языке то абстракция означает совсем другое, это конкретная связь с конкретными мелочами. И тут на помощь нам приходят такие вещи, как ассоциация, агрегация, композиция, довольно сложные вроде бы слова, но если объяснить, они довольно просты. При этом, когда начинаешь рыться в интернет, ну уж, более чего, видов объяснений я не видел, как эти понятия. Математики объясняют по-своему. Вот читает обычный человек, не ученый, не математик, примерно такую фразу, что при уничтожении целого уничтожается часть, а это в композиции, а в агрегации при уничтожении целого часть продолжает существовать. И вот сидит обычный нормальный человек и думает, ну и ну. А на самом деле, ведь, если объяснить это просто, как я сделал в курсе, да, то оказывается действительно все просто. Вот, например, я нарисовал простые вещи, ведь мы изучаем и объектно-ориентированное проектирование, без которого нельзя программировать, ведь как вы будете размышлять над кодом? Вот у меня, для меня, эта схема становится понятной, и я понимаю, где какой код поставить. Например, я четко понимаю, что вот этот блок у меня композиция, при этом я понимаю, что вот этот блок у меня агрегация. А, видите, я смотрю на схему и понимаю. А вы, возможно, даже не понимаете, о чем я говорю. А теперь я вам сформулирую. Например, есть университет, факультет, профессор. Если закрыли университет, то, несомненно, факультет тоже закрывается. Вот для меня это композиция. Значит, я четко понимаю, теперь, то, что я говорил умными словами до этого, четко понимаю, что при написании кода я буду четко понимать, что при уничтожении университета закрытие удаляется как объект факультет. Но профессор, кто не умирает, логично, логично. Значит, я сделаю, здесь могу уже пойти и в то есть профессор либо пойдет там другую работу, либо на биржу труда, либо в другой университет. Это очень простой пример, но уже в двух местах я понимаю, что надо писать совершенно разный код. И я уже думаю, какие я здесь методы буду использовать и так далее, и так далее. то есть понимаете, что вот эти простые вещи, которые вроде бы называются очень страшными словами, такими как агрегация и композиция, на самом деле в жизни довольно просты. Мы и мыслим этими категориями, на самом деле, только называем как-то по-другому. На самом деле агрегация очень правильное слово. агрегация это объединение, ну простыми словами. То есть взять вот велосипед, да, это агрегат, который собран из там колес, рамы и так далее, и так далее. Вот определите, что это? Вынять колесо у велосипеда агрегат не поедет. Значит, что это? Это композиция оказывается. Почему? Потому что выняли колесо, велосипед не поедет. А вот если на велосипеде была прицеплена на багажнике корзинка с грибами, мы сняли корзину и велосипед поедет, ну конечно поедет, значит это уже агрегация. То есть если взять целое велосипед, на нем прицеплена корзина. и мы снимаем корзину. Велосипед остается существовать? Остается. Корзина мы ее сняли. А вот если мы выняли колесо с велосипеда, уже другая ситуация, ребят. Уже в грибы вы не поедете на велосипеде. То есть вот это вроде бы запутанное, но необходимое мышление для подборки кода, для размышления, какой код брать. И нужно нам два понятия таких, как три, ассоциация, агрегация, композиция. Если проследить в общем, это все есть в курсах, то сначала идет наследование. Наследование, когда мы хотим наследование, правильно, мы описали велосипед как класс. Велосипед содержит колеса два, рама одну. Это мы написали. Далее, если мы работаем с объектом, то наследование наступает такой момент, как абстракция. А если колесо пробилось, то есть уже надо нам описывать действия человека с велосипедом. Вот это называется уже абстракция. То есть мы снимаем колесо, откручиваем гайки, ведь все это надо описать программно. Но теперь у нас возникает перед тем, как все это написать. А что будет, если мы открутили гайку и не закрутили, поедет ли велосипед. И чтобы размышлять над этими ситуациями, абстракция включает три вещи ассоциация, агрегация, композиция, под которые мы конкретно подбираем код. Когда мы понимаем эти вещи, мы можем рисовать абсолютно, проектировать. У нас наступает такой момент как объектно ориентированное проектирование, когда мы пишем схему, знаем наш результат, к чему мы хотим прийти, мы знаем, что написать, но мы пишем схему и определяем мелочи. А что будет, если так? А что будет, если так? То есть работа с мелочами. Это и есть абстракция. И прежде чем перейти к коду, нам надо четко разобраться, что означает такие вещи, как агрегация, композиция, ассоциация. Так, что я тут хотел еще сказать. Поэтому данный курс и называется переосмысление, если мы видим, что ранее мы просто писали классы, но в принципе особо не задумывались, а что вообще себя представляет класс, а как думать перед тем, как писать классы, а что уже изучено мировым опытом, как думают люди на других языках. Поэтому мы пошли переосмысливать и значит учиться подбирать действительно правильные понятия, которые очень удобны в языке, чтобы потом под них подобрать код, научиться думать этими, то есть не этими, а объектно ориентированным программированием. Вот этому посвящен курс. В данном случае шаг пять. Это мы рассматриваем виды отношений, ассоциация, агрегация, композиция. Очень важно выполнить домашнее задание, потому что впоследствии мы не будем уже разъяснять, будем просто проговаривать слова, вот здесь у нас эта агрегация, и у вас в голове должно уже произойти дополнительная информация, так как вы понимаете, что просто будет объяснение, вот мы берем код, вот этот объект мы уничтожаем, вот этот объект, то есть удаляется в кодовом смысле, а вот этот объект продолжает существование, значит нам надо нечто с ним делать, то есть мы понимаем, что агрегация, это именно когда один объект уничтожается, целая, а часть продолжает существовать. Ну, самый простой пример, это наверное стрелялки, вот руки, которые держат автомат, да, то есть в стрелялке персонаж стреляет, если персонаж поражают, то руки перестают держать автомат, но автомат сам по себе продолжает существовать, согласна, да, то есть а все это надо описывать в коде, но чтобы описывать, надо как-то подразделять, назначать, допустим, персонаж это целое, да, руки это часть, автомат это вторая часть, руки держат, как-то разобраться в этом, разобрать это все элементы, тогда в принципе совершенно легко писать код, когда мы понимаем. Наверное, что хотел сказать, я все сказал. Курс будет состоять, курс вообще состоит из нескольких этапов, сначала мы учимся понимать понятия, которые нам знакомы, но по другим углом, понимать глубоко ООП, потом будем писать код, в конце концов, мы приобретем абсолютно новый навык мышления ООП, написания кода, и вот знаете, может быть не к месту, а знаете, что многие могут, может, сейчас только узнают, что какой бы не был крутой C2+, или из XC, да, но там нет того, что есть в Python, в Python есть такая вещь, мета-классы, я к чему говорю, к чему будет стремиться вообще прийти данный курс ООП, а мета-классы, что это такое, это классы, которые могут создавать динамические классы, вы скажете, это не круто, это очень круто, представьте, вы пишете игру, и во время того, когда пользователь взаимодействует с игрой, ваши мета-классы самообучаются и создают новые классы прямо во время игры, этого не может ни один язык, даже не спорьте, только в Python это возможно, потому что используется такое понятие, как полиморфизм, то есть только Python может создавать мета-классы и только Python, ну, еще и другие полиморфизм используют, только Python умеет создавать действительно мета-классы, это проверено, да, это высшая степень объектно-ориентированного программирования, чтобы к этому прийти, надо идти по порядку, и дойдем мы от начала понимания до написания кода и после до создания мета-классов, то есть классы, которые будут динамически создавать новые классы, это уже высшая степень мастерства, к этому будем стремиться, я думаю, что задача достойная, ну, а пока в данном курсе, как я и говорил, это четкое понимание на уровне обычного понимания сравнения, грубо говоря, на пальцах ассоциация, агрегация, композиция, итак, сайт очень просто найти, набираете spb-retout.ru имейте ввиду еще такую вещь, что здесь есть, вот, допустим, поддержка, глобальный путеводитель, можно посмотреть, как вообще, вот, на сегодняшний момент, спустя 6 лет, да, после начала изучения Python, как бы, вот, я выстроил обучение вообще, да, каждый человек может для себя взять наброски, второе, помните, что есть еще школа Python for Android, что очень важно, и здесь классы очень пригодятся, ну, грубо говоря, знания по классам нам пригодятся везде, и для Django, и для создания совершенно других видов программирования, ООП, это королевский метод, это действительно то, что стоит изучить по-настоящему, этим мы и занимаемся, спасибо. Спасибо.